нас записывают сообщили нам никогда такого не было коллеги всем доброе утро добрый день расслабиться поудобнее перед экранами ваших девайсов мониторов и давайте вначале проведем проверку трансляции если вы нас видите слышите и видите список вопросов расширенные напишите нам три плюсика в чат пожалуйста проверим что у нас трансляция все в порядке и мы можем начинать александр был первым александр спасибо приятно видеть людей которые у нас уже и учились и приходят на наши эфиры спасибо алекс да друзья спасибо что приходите да сейчас наверно к нам будут присоединяться еще те у кого напоминалки только срабатывают а у нас сегодня в некотором смысле экспериментальный эфир мы решили сделать такой эфир более живой без слайдов как мы любим и делаем уже 15 лет вот а собрать в формате разговора трех наверное ключевых людей кто работает с компаниями в школе менеджмента стартоплан для того чтобы обсудить тему корпоративного обучения вот и сегодня у нас тема посвящена мы назвали проблемы больших то есть в какой момент вообще компании задумываются о том чтобы кого-то обучить ну потому что некоторые не задумываются как-то и без обучения все нормально вот в какой момент люди задумываются на каком этапе роста это происходит на что обращать внимание вот решили побыть вам полезными на эту тему в течение ближайшего часа вот как я предлагаю нам сегодня построить такой наш этот назвали модным бизнес-завтрак да или бизнес-завтрак тоже не модное слово вот вот оно как вот оно что у нас тут у нас такой зум-завтрак давайте так вот назовем вот у меня правда еще мое окно еды не открылось мне до завтрака еще надо поработать но надеюсь что у вас это совпадает завтрак на завтрак на работах это хорошо как я предлагаю построить наш зум-завтрак у нас есть список вопросов я по нему буду идти и вот таким вот образом подсвечивать тот вопрос который мы сейчас обсуждаем вот и буду задавать его моим коллегам александрами чуроченко и вячеслав яичу панкратова которых я чуть позже представлю и себя тоже чуть позже представлю коллеги если у вас есть какие-то ваши вопросы которые вам актуальны и хотелось бы получить ответ пишите в наш чат вот наша задача здесь быть вам полезными максимально поэтому мы всегда даем предпочтение живым вопросам такой свежей рыбе который появляется в эфире сразу отвлекаемся туда и начинаем исходя там из своего видения это обсуждать примерно как-то так кто у нас сегодня на эфире у нас во-первых александр александровна чуроченко это исторический первый куратор школы менеджмента стратоплан от случилось лет восемь назад вот саша пришла и тут же через ее заботливые руки начали проходить наши студенты в количестве сотен и тысяч людей то есть со всеми тестами диск тестами mmpi своими с зачем они пришли в обучение и вот саша занимался этим после чего построил целый отдел кураторов фасилитаторов у нас сейчас порядка 50 человек на рынках фасилитаторы работы в наших программах и последние годы саша занимается общением с компаниями то есть организовывать все программы обучения которые у нас есть начиная от самых маленьких кончая программе на 150 человек по полгода обучения есть там опыт такой что есть чем поделиться и и похвастаться я думаю что саша видела очень разные компании все проблемы которые есть которыми они приходят по обучение точно где-то внутри головы санксона находится наша задача коллеги их с вами оттуда достать и и поразиться вячеслав юрьевич панкратов мой товарищ друг бизнес партнер с 2010 года мы со славой делаем стратоплан вот и знаешь мне особенно интересно будет сегодня тебя послушать потому что в твоем опыте было и позиция директора по обучению в компании совершенно верно то есть полторы тысячи человек в компании организация обучения конференции и всего прочего так что я думаю что мы как раз к этой части твоей экспертизы сегодня тоже прикоснемся коллеги меня зовут александр орлов я второй управляющий партнер стратоплана занимаюсь 15 лет бизнес обучением то есть езжу раньше ездил с гастролями по всем нашим странам с тренингами с бизнес обучение последнее время это в онлайне последнее время делаем большие длительные программы обучения изменений у людей создаем такую на эти инфраструктуру управленческие тренажерки я бы так назвал вот поэтому какие-то вещи тоже буду из своего опыта привносить вставлять свои три копейки ну что я думаю что все кто к нам хотели присоединиться собрались давайте начнем а первый вопрос который у нас сегодня есть это на каком этапе компании компании приходит понимание что вообще команду нужно обучать как это происходит саша в начале говорильную палочку передам тебе потому что ты наблюдала сотни компаний вот что ты замечаешь поскольку у нас сегодня и название нашей встречи проблемы больших то наверное я начну самого первого такого лежащего на поверхность случая когда компании приходят обучение это когда компании начинают расти особенно когда они начинают расти кратно и здесь в общем то понятна причина потому что пока ты ламповая команда пока два-три человека вокруг тебя которым ты можешь рассказать каким образом мы действуем и работаем здесь подходят любые инструменты зоопарк инструментов как и подходов как рассказывает наш тренер по проектам иван селиховкин а и по сути здесь может работать и стихийный менеджмент в том числе каждое увеличение команды на некоторое количество людей начинает создавать определенные сложности и проблемы как в коммуникации внутри команды так и собственно в подходах в работе и в ее эффективности и в длительности всех процессов в управлении проектами даже есть отдельная формула как добавление одного участника в команду кратно в геометрической прогрессии увеличивает количество каналов коммуникации у команды особенно формула знаем с другой стороны про то что 8 человек работу 10 делают лучше чем 12 человек это тогда а еще у нас когда-то выступал наш любимый спикеры роман ивлеев и у романа был было выступление о как сети опытных работе с большим количеством компаний очень разных и хорошим таким накопленным опытом технического директора рассказывал про проблемы роста и вот у него как раз один из пунктов был такой который мне запомнился и мы это очень часто обсуждаем с клиентами на встречах это когда компания в команде например у тимлидайли у менеджера было 15 человек и все вроде бы хорошо ехала вроде бы даже как-то рельсы намазал вроде все замечательно двигалась а потом в команду добавился один человек и перестали работать все процессы даже добавление одного человека вызывает определенный ступор и изменение в системах и в подходах вот собственно на этом этапе когда команды а особенно если они начинают расти кратно и наши клиенты чаще всего приходят говорят мы выросли за год в два-три раза это точно признак того что команде скорее всего компании нужно думать про системное обучение что может быть 1000 замечаешь у меня есть еще несколько мыслей я сейчас скажу саша я заметил что когда сказал у тимлида 15 человек человек начал улыбаться потому что это уже три тимлида так хорошим 15 человек в команде это 15 недоменеджерных человек все нормально то есть как бы это и не команда это просто 15 недоменеджерных сотрудников смотрите ну действительно я хотел бы обратиться к своему опыту когда еще был директором учебного центра любая крупная компания участвует аутсорсинг это такой набор княжеств то есть есть княжества на 40 человек есть княжества на 600 человек и ты видишь к тебе приходят люди которые руководят таким подразделением таким 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 у них у всех свои бюджеты свои запросы ты как бы видишь в срезе одновременно там например несколько десятков разных по размеру компаний это зачастую было 10 компаний с отдельными даже юридцем тогда а продолжая историю которую александра подняла это когда люди выросли даешь посыпалась так быстро уже не работает потому что непонятно кому надо быстро подбежать в коридоре что-то попросить сделать перестает работать когда люди компаний на мой взгляд делились на две большие такие группы причем сначала все попадают первую группу потом во вторую сначала все мечутся когда что случилось не знаю там резко выросли или нужно перейти от одной модели управления к другой модели управления не знаю раньше мы все работали за эти была такая условная история была плоская структура вот 15 человек 20-30 это наследие плоских структур когда мы растем 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 она на единичных людей держится все хорошо а в какой-то моменты говорят нет зачем давайте мы там проектное управление введем или там людей на команды поделим или там наоборот наведем там сильную матрицу нас тут будут столяры тут поляры тут мы как-то их проверим этим самым проектом в этот момент выясняется что все управляют того что гораздо вы начинает выясняться что управление не все вообще занимаются находятся люди которые говорят я вообще не знаю кто у меня прямой руководитель мне задачи мне падают условность из таск-трекера до аэропорту я их туда вот вроде бы серёжа серёжа не мой непосредственно руководитель то есть выясняется много чего интересного и вот в этот момент люди говорят слушай а как бы нам так вот не просто ну навести порядок то есть людей в воркчарте по кубикам по кубикам раз тусовать но еще чтобы у нас появился некий порядок в том как мы это делаем как ставим задачи как управляем как работаем с людьми тогда вот первая группа компаний это люди которые столкнулись с некой сложностью организационной реструктуризации любой либо компании например начали вводить процессы оценки людей у себя внутри а как сравнить людей как сравнить ужас ежом один так управляет он говорит моей команде главная техническая экспертиза почему потому что у него главная техническая экспертиза потом его команде он считает что главная техническая экспертиза другой говорит не главное значит чтобы усилия всех были направлены на общий результат самая сильная экспертиза поэтому значит по вкладу людей оценивает и в этот момент выясняется что как только мы пытаемся создать некий допускай даже не знаю там какой-нибудь у потенциальных руководителей по каким критериям туда людей добавлять, тоже непонятно. В этот момент вылазить то, что у нас не было системной, даже введенной базы какой-то, общих управляющих терминов, даже с этого начинаем. Такое тоже было. Если возвращаться к компаниям, которые приходят к пониманию про то, что нужно учиться, групп 2. Вторая – это когда люди думают заранее, но чтобы попасть в вторую категорию, нужно пройти первый некий этап логического взросления. Ой, мы выросли, у нас реструктуризация, ой, заказчик сказал, ой, нам, оказывается, нужно каким-то образом начать управлять экспертизой, потому что людей много, люди приходят, люди уходят, и мы каждый раз заново всех обучаем, обучаем, да елки, это же матанки, что ж такое. Через первую категорию проходят, мне кажется, все, вот эти, которые ой, заказчик сказал, ой, деньги появились, ой, мы выросли быстро, ой, мы еще что-то. А во вторую категорию люди, которые приходят заранее, мне кажется, приходят компании, которые в свое время уже набегались по рынку, наискались провайдеров, которые как бы тоже кто во что гораст, и понимают, что, слушайте, надо найти что-то, что будет работать для разных подразделений, то, во что мы действительно будем потом верить, то, что мы сами как руководители в первую очередь будем применять, и вот здесь как бы компании приходят уже к некому вендору, к нам, либо к нашим коллегам по рынку, но тут люди приходят уже с пониманием, что, давайте так, больше бегать не хочется по рынку, искать, кто тренинги проведет, давайте вот один раз проведем отбор, выберем школу, и в ней потом будем системно долго, годами учить людей, такие примеры у нас тоже есть, когда у нас учится четвертое поколение, например, менеджеров из одной компании. Вот такие две когорты, ой, что-то случилось, и давайте так больше бегать не будем, давайте заранее, давайте все это делать. Я бы, может быть, еще выделила, вот здесь, Саша, извини, я бы еще, может быть, такой подвид выделила, скорее всего, это нечастая история, но она, тем не менее, бывает, она касается случаев, когда в целом структуры процесса уже выстроены, когда компания привыкла к тому, что она растет, она уже вошла в эту колею, и, очевидно, обучает молодых специалистов на этом пути, ну, во-первых, нужно дальше расти, нужно понимать, куда расти, а, во-вторых, у более опытных менеджеров темледов наступает некий такой период, когда они замыкаются на уровне своей абстракции, вот есть свой опыт, а как бы нам перестать вариться только в своем опыте и накопить опыт других коллег, опыт других компаний, расширить свой кругозор, поработать новые ментальные модели принятия управленческих решений. Вот иногда и опытных руководителей приводят в обучение на этом этапе. Или когда они чувствуют, что карьера у них не растет, а не растет у них карьера, соответственно, не масштабируется, не растет компания в том числе. Вот какой-то такой подвид, я бы сказала, это подвид. Спасибо, коллеги, спасибо. Я добавлю конкретных примеров. А вот, например, есть у нас наши студенты, выпускник Дима Романов. Дима, если будете смотреть, большой привет, коллеги. Обязательно погуглите в Ютьюбе Дима Романов, интервью «Стратоплан», где он как раз рассказывает, как и что с ним происходило, и почему он теперь учит своих темледов в «Стратоплане». Там вот ровно про эту боль, с которой он столкнулся, к этому было плохо, вот потом он попал в курс команды, это у нас основная программа обучения для темледов, и постепенно у него начало налаживаться, он, опа, говорит, ничего себе, можно жить по-другому. А вот когда у тебя работа с людьми там поставлена, ты понимаешь, кто что стоит, кто куда развивается, и потом пошел процесс. То есть сейчас Дима у нас в школе технического директора находится, а команда его темледов уже там, по-моему, не одна, прошла курс команды и продолжает там учиться. Второй конкретный пример, вот я уже курс команды упомянул, вот, спасибо за ссылочку на интервью. Курс команды – это программа обучения основная у нас для темледов, которую мы стартуем дважды в феврале и в сентябре. Вот следующий поток в сентябре будет, там, по-моему, уже 70 человек в нем есть. А в февральском потоке у нас учатся 18 человек из одной компании. Как вы думаете, сколько людей работает в самой компании, коллеги, есть ли какие-то варианты? 18 человек учатся, ну, в курсе команды про то, как строить команды, как там общаться. Как вам кажется, сколько людей работает в самой? Человек в 10, в 10 раз больше имеется в виду, там, если темледы пришли, да, то это там 200-300, нет? Да, интересно, да. Ну, правильный ответ – в компании работает 38 человек. 18 из них учатся. Два раза больше. Да, это редкий пример того, насколько заранее люди подходят к обучению для того, чтобы погрузиться всем в один и тот же контекст. Мы с ними делали интервью, мы в какой-то момент, знаете, решили сделать КАЗДЕФ. Спустя 15 лет в обучении решили все-таки понять, зачем к нам приходит клиент и как это происходит. Мы в том числе с ними поговорили, они как раз говорят, что у нас такая очень адхократичная культура, то есть, ну, кто-то один нашел полезное себе обучение, сказал, ребят, я иду вот туда, второй посмотрю, говорит, о, мне тоже интересно. И постепенно у них собралась такая группа, условно, добровольцев. Причем один человек уже учился, а по ним он не пошел. 18 человек пришли. Они не все сейчас темледы. И не факт, что они там станут все темледами в ближайший год или два. Но что точно им будет проще, у них будет одинаковый вокабуляр, словарь, у них будет одинаковый контекст, они будут по одинаковым примерным алгоритмам обсуждать свои общие вопросы. То есть у них будет максимально синхронизованный контекст того, что происходит внутри компании. Они понимают, как часто наводить прозрачность, как это делал, ну и так далее. Им работать будет гораздо-гораздо проще. То есть они, скорее всего, те проблемы, которые могли бы приобрести, да, те грабли, на которые могли бы наступить, они большую часть уже куда-то убрали. И это редкий пример. То есть такое бывает прям редко. Более типичный пример того, что Саша говорил, когда люди растут, наши коллеги из Армении, большой привет, я там был две недели назад, с очередным тренингом. И вот там как раз была компания, которая росла за счет основателей, как обычно типично происходит. Вот основатели замечательные люди, там нашли первых клиентов, наверное, создавали продукты там и так далее, на своей энергии собирали команды. Сейчас уже несколько сотен человек. Но смысл в том, что основателей очень тяжело себя клонировать, потому что другие люди, но они другие. То есть другой психотип, другой взгляд на вещи там и так далее. И клонировать все равно не получится. Но научиться договариваться, вот это точно можно сделать. Но у них на текущем этапе уже тем лиды, у них помного людей в подчинении, у них не хватает времени, там, ну, вот все типовые проблемы, про которые Слава и Саша говорили. Вот сейчас работаем, у нас там примерно полгода, чуть больше даже для обучения, скорее всего ситуация будет меняться. Коллеги, ну что ж, первый вопрос мы прошли. Потрясили это всего 15 минут. А то у нас еще 10 вопросов, вот на них еще 45. Да, коллеги, если есть... Может быть, продолжим просто в следующую такую же встречу. Да, да, да. Коллеги, если есть вопросы, пишите. Потому что наша задача быть вам максимально полезными. Если что-то для вас актуально, вы нам дайте знать, вот и мы про это тоже поговорим. Так, ну что, тогда мы двигаемся дальше. И второй вопрос у меня будет вот какой. Смотрите, в целом, вот то, что можно наблюдать в нашей индустрии, да, там, в IT-отрасли, люди-то не склонны учиться soft skills. И в целом, там, на первом этапе у всех инженеров soft skills стоит скорее на втором месте по сравнению с hard skills. И вопрос вообще, зачем нужно системное обучение, если в команде и так много опытных тимлидов и менеджеров. То есть те, кто уже свои шишки настучали, вот уже давно, там, по 5-7 лет работают тимлидами, а вот других есть возможность обучаться, глядя на их опыт. Вот зачем нужно системное обучение в этом случае? Саша, что думаешь по этому? Ну, во-первых, я бы не разделяла бы эти две истории. Обучаться в том числе нужно по опыту коллег, безусловно. Тем более, эти коллеги уже проходили путь карьерный, начиная от роста из линейного сотрудника в руководителя. Они могли набить любые шишки, и уже от каких-то проблем и сложностей они могут предостеречь молодых специалистов. И, безусловно, опыт очень полезен, тем более, когда этот опыт накапливается внутри компании, передается, и когда им уделяется большое внимание. Однако, что здесь может случиться и чего может не хватить, если учиться только на опыте коллег? А это, собственно, того, как прививаются навыки. Они проходят некий такой эволюционный путь через собственные ошибки. Пока человек, пока сотрудник, этот молодой руководитель не начнет делать собственные ошибки и наступать на собственные грабли, к сожалению, этот опыт не привьется и не станет рабочей практикой. Походил, поошибался, порефлексировал, попробовал подойти к снаряду еще несколько раз, посмотрел, что работает, не работает, закрепил себе понимание, «Ага, вот эту ситуацию я могу решать таким образом», и тогда она станет 100% рабочей практикой. До тех пор, пока этого опыта нет, пока мы учимся только на том, что рассказывают более опытные коллеги, это получается такой кусочек, пазл в наш управленческий опыт, но он не пережитый самостоятельно. Я бы сказала так. Саша, ты говоришь, на своих ошибках учиться болезненно, но эффективнее, чем слушать рассказы других про их ошибки, правильно? Всегда. Всегда и более того, мне кажется, что вот даже эта история, когда, ну, давайте же понимать, мы же работаем с вами с очень умными людьми, коллеги, вы работаете с очень умными людьми. Большинство из наших сотрудников и ваших молодых руководителей 100% где-то учились раньше, самостоятельно подтягивают знания, читают хорошую, правильную литературу, подписаны на хороших, правильных людей, очевидно, на стартоплан, может быть, тоже, да. И теоретическая база у них в голове есть. И очень часто заказчики к нам так и приходят и говорят, ребята, у нас умные, в голове все есть. Как нам вытянуть вот это из головы и сделать так, чтобы они это делали еще на практике? Страх вытянуть теоретическую базу и начать ее превращать в практику как раз лежит в том, что мне страшно делать что-то в живых проектах, которые на сотни, на тысячи, на миллионы могут быть. Мне страшно что-то делать с живыми людьми, я не знаю, как это будет воспринято моей командой. А если я сделаю что-то не так? А если я сделаю настолько неправильно, что команда демотивируется, я потеряю команду в середине проекта. То есть здесь страхов очень много. И тогда, когда нам страшно, мы откатываемся к нашей нативной, понятной модели. Так привыкли, вот по наитию, вот так, собственно, и действуем. Там понятно, мозгу ясно, он много раз ездил по наитию, по этим полям. И для того, чтобы этот страх убрать, вот как раз собственный опыт совершения ошибок и должен случиться. Но гораздо же правильнее и, наверное, интереснее, и зажигательнее, и результативнее делать эти ошибки в безопасной учебной среде, нежели на живых людях в живом проекте. Отсюда мысль, что совершить ошибки в процессе обучения – правильная история. В наших проектах мы поощряем делать ошибки и обсуждать их. Угу, окей. Саша, спасибо. Миша Луфимович. Я уж тут подпрыгиваю пару минут от нетерпения. У меня пример. Все из живой практики, коллеги. Разговариваем по встрече один на один, рассказываем, зачем это надо, держать руку на пульсе, снимать состояние людей. И один из тимлидов – живой тренинг. Сидел, сидел, говорит. А я, говорит, как-то спросил. Больше не спрашиваю. Говорю, расскажите подробнее. Явно есть какая-то история за этим коротким выводом. В какой-то момент времени человек спросил про карьерные ожидания у своего сотрудника, своего подчиненного. А тот сказал, тимлидом хочу быть. Ну, то есть, на твою позицию хочу попасть. Чего ответить непонятно. Человек говорит. Я, говорит, вот подумал, говорит, я сейчас у них начну спрашивать. Они как начнут мне рассказывать, что они хотят. Вот я решил, я больше не буду спрашивать. То есть, подготовки нет. Как отвечать человек не понимает. Как бы нормальная, абсурдная история. То есть, смотрите, на что... Если мы будем учиться вот этого тимлида, который получил вот такой опыт, в котором он потерял контроль над ситуацией, то что он будет говорить своим коллегам? Да не нужны эти ваши дурацкие встречи один на один. Что вы делать-то будете, когда они вам озвучат? Обратите внимание, чего делать, это часть, относящаяся к теории. Это можно спокойно изучить, и проблем нет. Знаете, иногда напоминает, уж простите за такой циничный пример, ту самую клетку с обезьянами, где висит банан. Обезьяны все видят банан, самая смелая тянется за бананом, всех обливает из бронзбойта ледяной водой. После этого ту обезьяну, значит, все пришли в себя, непонятно, что происходит, связи никакой. Та самая смелая обезьяна опять тянется за бананом, всех опять обливает водой. Если она потянется третий раз, уже оставшиеся четыре, которых облили просто так, бросаются на нее, дают ей бомбулей, значит, ты не лезь, видишь связь. Тут банан, у нас холодная вода. Побитая обезьяна, мы ее забираем, значит, даем ей заслуженный банан, забрали ее, значит, из этой самой, из клетки, добавили новую обезьянку. Она видит банан, тянется, оставшиеся четыре на нее бросаются, потому что сейчас опять всех обольют. То есть, в какой-то момент времени, мы постепенно заменяем старых обезьян на новых обезьян. В какой-то момент, после четвертой, пятой итерации, у нас, совершенно верно, Алексей, совершенно верно, у нас в какой-то момент в клетке пять обезьян, которых ни разу не обливали водой, мы выключили поливание водой. Но за бананом тянуться нельзя, потому что здесь так принято. Это очень циничный, простите, пример, ну, просто там про веселых обезьянок, да, а мы с вами про умных людей говорим, но подобных вещей, которые закрепляются, их очень-очень много. Кто-то пришел из другой компании, кто-то пришел, мы же когда нанимаем человека, мы нанимаем всех его предыдущих руководителей с их практиками, хорошими и нехорошими. Кто-то пришел из другой компании, кто-то здесь попробовал, а мы говорим, слушайте, надо узнавать, чего ваш заказчик и чего ваш руководитель думает про работу вашей команды, наводить какую-то прозрачность. Ну, блин, мы сейчас наведем прозрачность, нам еще больше работы дадут. То есть где-то в его предыдущем опыте так было, он это принес в компанию. То есть обратите внимание, как раз обучение хардскилла можно подсмотреть у коллеги, списать, как он там чего настраивает, как он там чего пишет, в конце концов спросить можно. Покажи, не знаю, как ты делаешь вот это. Ну, он тебе откроет и покажет, не знаю, вот, не знаю, там нотация какая-то, вот я по ней что-то делаю, вот я по ней... Это можно подсмотреть. И это однозначно работающая или не работающая история. Ну, потому что он тебе говорит, смотри, у меня вот так работает. Ты попробуй, и ты проверяешь, быстро работает или нет. Если мы говорим про софтскиллы, то чего у нас где-то она закреплялась? С родительского уровня, с уровня института, с уровня предыдущего места работы, мы не знаем. Поэтому обучение софтскиллам вот на этом из уст в уста на передаче, оно работает зачастую крайне странно, потому что какие выводы человек сделал из своего предыдущего опыта, из общения с заказчиком, из общения с подчинённым, из общения с коллегами, непонятно. Кроме того, у софтскиллов есть же ещё противная штука. То, как вы договорились с одним человеком, может не сработать с другим человеком. Он когда-то, человек, какие-то софтскиллы покопал, почитал, полистал. Пошёл как-то в команде, начал договариваться. С одним человеком получилось договориться, а с другим человеком не получилось. он такой, какой делать нормальный технарь? Фигня какая-то ваши софт-скиллы. Ну, потому что с хардами все понятно. Ты настроил, оно либо работает, либо не работает. Написал, оно либо данные бегают, либо не бегают. А с софт-скиллами не очень понятно. И это, на самом деле, периодически рвет мозг. И технари такие, слушайте, ваши софт-скиллы, черт ногу сломит. Давайте я буду вот в это топить, тут хотя бы понятнее управляем. Отсюда берется вот эта культура, давайте упашимся в изучении хард-скиллов. Мне кажется, как-то отсюда, Саша. А еще, Саша, у меня есть даже пример, я сейчас к нему передаю. А еще, может, с одним человеком в одних условиях мы можем договориться, с этим же человеком при других обстоятельствах и в другой теме разговора можем не договориться. Очень яркий пример по поводу опыта. Это была корпоративная группа обучения еще во времена, когда я была оператором внутри группы обучения. И задача заказчика была привести в группу молодых ребят-специалистов, обучить их, сделать их опытными. И для того, чтобы было на кого равняться, поставили там самого опытного менеджера с опытом 7 лет. Как сейчас помню, его зовут Макс. Макс был прекрасен у Макса. Действительно хороший опыт такой через тернии к звездам. И в целом было бы все хорошо, но работа строилась у нас на первых занятиях так. Максим пришел, сказал, что ему ничего в обучении не надо. Он пришел здесь просто делиться опытом с коллегами, потому что они недообучены. И нужно, чтобы они, значит, на него смотрели, делали так, как делает он. И какие-то попытки сказать, что Максим, очевидно, процесс обучения может полезен быть и тебе, потому что весь опыт, который можно пройти, все ситуации, скорее всего, в твоих семи годах могли не случиться, с Максимом не случалось. Хотя он исключительно конструктивный был. Группа великолепная была. Но работали мы первые занятия следующим образом. Мы разбирали кейс, случалась какая-то ситуация. Макс брал руку и говорил, поднимал руку и говорил, мы делаем вот так. И все восемь человек у меня за кадром говорили, ну да, раз Максим сказал, мы делаем вот так. Нужно было что-то повернуть. Пока мы не дошли ровно до одного переговорного поединка, в котором я Максима поставила таки руководителем, а его HR поставила сотрудникам сложным, с которым что-то там произошло. И Максим, они готовились к этому переговорному поединку накануне, пришли подготовленные. Максим, как обычно, по своей привычке красноречия начал разговаривать. А у сотрудницы там она не вовремя сдала отчет. Вчера она его не сдала, ему сегодня нужно, ему нужно соучредителям идти с этим отчетом, и вот он ее отчитывает. И тут в этом переговорном поединке сотрудница начинает плакать. В прямом смысле слова, она подготовилась, она плачет. И Максим не знает, что делать. Он говорит, что случилось, почему вы плачете? Он говорит, у меня кошка заболела. И вот дальше мы еще минут 15 обсуждали, давайте кошки лечения найдем, давайте мы ветеринара найдем. И Максим в этом месте сильно потерялся. Он сдал этот поединок, он не знал, что делать с сотрудником, он не знал, как восстановить себя в этой ситуации, потому что он очень в разобранном состоянии вышел из поединка. И он сказал, что с такой ситуацией он никогда не сталкивался, и в опыте у него нет. И если бы он описывал этот опыт словами, сказал бы, ну что там такое? Ну, заболела кошка и заболела. А здесь у человека трагедия. Может быть, это единственное близкое существо твоего сотрудника, и он сейчас выключен из работы совсем. А если это ключевой сотрудник? Вот это как раз про то, что весь опыт получить в процессе работы, скорее всего, нельзя. И опираться только на опыт коллег, может быть, где это и нужно, но, наверное, с большим критическим таким подходом. Саша, спасибо. Что мы можем из этой истории? Что в спиртопане люди плачут? Я, конечно, шучу, коллеги. Заготовлено, заготовлено. Заготовлено. Это самый яркий привычок. Думаю, что это редко происходит. Но знаете, мне о чем хотелось бы поговорить? Коллеги, кто к нам сегодня приснился на эфир, можете пару слов написать, кто вы, вашу роль и количество людей в вашей компании? Ну, чтобы мы, примерно, понимали, про что говорить. Я здесь вот свои три копейки, которые, пока вы пишете, мои три копейки, которые я по этому вопросу хотел добавить. Смотрите, когда человека назначают темблитом или руководителем команды, ну, чаще всего он до этого работал инженером, у него включается его нативный стиль управления. Он у каждого точно есть. Вот он как-то начинает руководить. Как-то, как он наблюдал своих руководителей. Как-то, значит, как он в книжках, может быть, прощел. Как-то что-то еще там такое происходило. Вопрос в другом. Насколько он понимает, в чем этот стиль заключается? Насколько вы, вот я вижу, у нас есть Алексей, руководитель, собственник, 15 человек, да, Евгений, 6 групп, 50. Насколько вы про ваших руководителей знаете, какой у него интуитивный стиль и к чему он может привести? Потому что у всех он очень разный. Да, коллеги, спасибо, что делитесь. Мы в том же самом курсе команды, я не знаю, если команда поддержит, кинете на него ссылочку. У нас есть обязательная история. Мы каждого студента на входе просим решить управленческий кейс. Там написать эссе и решить кейс. И потом созваниваемся с каждым человеком, обсуждаем решение кейсов. В потоке у нас в среднем там от 100 до 200 человек учатся. И кейс один и тот же. А решения у всех разные. Представляете? Все решают кейс, исходя из своего стиля управления. Кто-то говорит, так, надо уволить вот этих главных героев кейса. Ну вот один стиль. Кто-то говорит, нет, это меня надо депримеровать как руководителя. Это второй стиль. Кто-то говорит, я пойду это решать за всех. Вот еще какой-то там с мазохистическим уклоном такой стиль. И у всех он очень разный. И люди не всегда его замещают, не всегда понимают, к чему это может привести. Вот сейчас Леша из нашей команды поддержки, Леша, спасибо, кинул такую, мы это называем модель управленческой компетентности. Вот если вы этот Google документ откроете, там будет 48 вопросов про то, что вы делаете, чего вы не делаете в работе. И можно просто себя оценить, можно предложить своим темледам, своим руководителям оценить. Вы заметите, насколько люди разные, насколько у них разные оценки. Мы когда проводили этот эксперимент, средняя оценка, по-моему, по нашей больнице была порядка 29. То есть по нашей аудитории средняя оценка 29. У тех, кто учится в программах, она выше, она 40+, максимум 48. Но в целом это то, чем должен заниматься каждый руководитель и должен уметь, независимо от его позиции, независимо от размера его команды и так далее. Если он чего-то из этого не делает, скорее всего, это приведет к чему-то нехорошему. И именно для этого нужно системное обучение, потому что опыт, он только без обучения, он закрепляет твой интуитивный стиль. Чуть-чуть меняет, но в целом он остается примерно тот же самый. Если ты все на себя брал, ты так и будешь на себя все брать. Если ты наоборот всем раздавал бомбулей, то ты так и будешь всем раздавать бомбулей, скорее всего. Примерно так. Ну что, у нас ответ на один вопрос, коллеги, занимает 15 минут. Мы движемся в нашем рабочем темпе, то есть еще два вопроса. Выходим на какую-то скорость, на какую-то велосипеду. Коллеги, спасибо, что поделились. Я замечаю, что у нас очень разная сегодня аудитория и компании очень разного размера к нам присоединились. Спасибо, что находите время к нашим замзавракам присоединяться. Хорошо. Слушайте, коллеги, ну, третий вопрос, который у меня есть, вот такой. Когда еще можно решить вопрос подготовки рукой-то внутренними силами? Ну, потому что компании внутри тоже много чего делают. Руководители где-то встречаются, какие-то вопросы обсуждают. Есть там корпоративные библиотеки, где-то видеокурсы покупают. В каком момент еще можно решить внутренними силами? А когда вот точно понятно, что нужно искать системные программы внешних провайдеров? Где проходит вот эта черта? Сан Сану, что скажете? Я, наверное, буду говорить даже не по собственному разумению, а скорее из опыта компаний и HR, которые приходят к нам в проекты, приходят как заказчики обучения. О чем мы с ними говорим, какую боль они озвучивают. Вот та самая история, когда компания начала кратно расти, она означает, что и на HR, и на его команду ложится достаточно большая нагрузка. В первую очередь оценить, привести некий аудит навыков, а кто в моей команде, чего умеет, может и так далее. Это можно делать и руками руководителя, а потом собирать некую общую оценку. Это можно делать руками HR, хватает ли здесь сил, когда команда выросла кратно. Скорее всего, вот в этом моменте уже не хватает ни времени, ни сил, ни рук, ни компетенции иногда, а есть еще другие задачи. То есть я бы сказала, что, наверное, в этом месте. И плюс Дасл. Я, если можно присоединюсь, у меня просто есть ответ прямо с цифрами. У нас идея очень простая была, когда еще учебным центром занимался и, собственно говоря, помогал в некоторых подразделениях такие небольшие свои учебные программы запускать. Давайте определимся. Обучение, то есть тренерство, есть отдельная профессия, которой нужно учиться, которой нужно практиковать. То есть я могу в теории почитать, как удалять зубы, но, поверьте, лучше вам не попадать ко мне, если я когда-нибудь решу такой практикой заняться, освоив исключительно книжки. Мысль очень простая. Если есть в подразделении человек, который... Вы хотите учить темблидов, у вас должен быть свой темблид, который занимается этим 7-8 лет, плюс последние 3-5 лет занимается преподаванием. То есть он изучает эту историю, он этой историей владеет на уровне ремесла, на уровне профессии. Вот у нас всегда была такая штука. Если вы хотите свой учебный центр, у вас должны быть вот такие люди, которые готовы этим заниматься. Некоторые подразделения добавляли, мы открываем учебку свою внутреннюю, если у нас есть люди, которые готовы на фуллтайм этим заниматься. Во-первых, должны быть тренеры, во-вторых, должны быть кураторы, потому что организационной работы достаточно много. В среднем, если говорить с цифрами, мы выходили на показатели на 60 человек, у нас должно было быть полтора сотрудника учебного центра, тренер и полкуратора. Вот примерно так. Если это фуллтайм, это выделено. Причем, повторюсь, тренер – это тот, кто обучался тренерству и работает в том, что он будет преподавать последние 7-8 лет. Тогда это еще плюс-минус взлетало. Если этого нет, то, скорее всего, это будет... Это все равно полезно, все равно этим нужно заниматься. То есть это будут, скорее, какие-то семинарные штуки в плане поделиться опытом. Все хорошо, но это не будут практические программы. Построить практическую программу, ну, примерно в 5-6 раз занимает больше времени. Ее нужно построить, ее нужно откатать, ее нужно обновить кейс, обновить механизм сбора обратной связи и так далее. Это занимает больше, чем провести семинар. Семинары – это хорошая, полезная штука. Семинары технари читать умеют и проводят, на самом деле, очень-очень здорово. Ну, на любую конференцию заходите, на любую там, Team LeadConf, условно. Это огромное количество классных зажигательных выступлений, как бы здесь вопросов никаких. Просто это не совсем про обучение. Семинар-коллекционка – это самый простой и самый слабо действующий в плане сухого остатка инструмент обучения. То есть, если есть свои люди, которые вы готовы выделить на эту историю в соотношении полтора, условно говоря, на 60, на 60 обучаемых сотрудников, плюс тренер 7-8 лет в этой теме работает как специалист, 3-5 лет эту тему изучает с точки зрения тренерства, то есть преподавания. Тогда имеет смысл делать свое внутреннее. Если выделять этого смысла нет, я бы говорил, что гораздо проще, ну, мы просто эту штуку считали, гораздо проще и выгоднее уже брать стороннее право. Слав, я еще добавлю, наверное, то, что мы очень… Один важный момент, аспект, который мы отсматриваем в тренерах, которые есть у нас, и каких людей мы привлекаем. Это крайне важный момент, который мы обсуждаем с клиентами, и для них это важно. Тренер по софтскиллам, он может быть сколь угодно опытным тренером и прекрасным оратором, если у него нет того самого пережитого собственного управленческого опыта, нет насмотренности, нет своих кейсов личных решений определенных управленческих задач, все остальное, что он будет рассказывать в любом формате, будь то семинар или такой более-менее длительный курс, это скорее будет теоретическая база, которая еще неизвестна, но как ложится на практику. Далеко не все инструменты могут лечь на определенные практические ситуации, их нужно пережить, видеть, как это работает с настоящими живыми людьми, то есть испробовать многократно их об живых людей и рядом с живыми людьми, наработать эту насмотренность, управленческий опыт. Просто смотреть, как это делали коллеги, как мы в вопросе выше обсудили, скорее всего, это не работает, это должен быть собственный опыт, собственные кейсы. Поэтому я бы сказала здесь, что подержу славу. И плюс еще, наверное, пару моментов, что обычно есть еще на стороне провайдера. Особенно если у него хорошо продуманный системный курс, это чаще всего программа, многократно прокатанная на большом количестве клиентов, студентов, с полученной обратной связью, с отработанной обратной связью, с доработанным курсом в связи с тем, какую-то обратную связь мы получили, что чего хватило, не хватило аудитории, это свои выработанные кейсы, это свой многократно проверенный формат работы, который приносит результат. Это очень сложная история создания внутри компании. Безусловно, это можно делать, но это, скорее, очень длительный процесс, которым необходимо заниматься многие-многие годы. Здесь я славу поддержу. Плюс, скорее всего, команду нужно еще дополнять людьми, которые будут внутри деливерить этот процесс. Ну, вот в наших программах, например, это и кураторы, которые подхватят, помогут, расскажут, решат все организационные вопросы для того, чтобы наши студенты не занимались организацией. Их задача прийти в обучающий процесс и обучаться. Всю организационную работу кто-то должен подхватить. Работа на практике. Это должен быть выделенный, подготовленный, хорошо снабженный, наверное, правильными материалами фасилитатор, который может вести процесс обсуждения в практике, вытягивать из каждого участника его мнение, втягивать абсолютно всех в обсуждение, чтобы никто не отсиделся, вырабатывание какой-то общей модели, соединение каких-то всех мнений в единую общую модель, взвешивание на устойчивость этого решения. И человек, который не даст возможность группе в практической работе отклониться от повестки обсуждения. Все-таки заняться тем кейсом, которым занимаемся, выработать решения и отработать тот инструмент, который мы пришли отрабатывать. Это такая достаточно длительная история внутренних процессов создания такого курса обучения. Вот я бы сказала, что здесь на стороне провайдеров чаще всего есть вот этот вот уже наработанный курс, наработанные процессы работы, наработанные форматы, кейсы и так далее. Коллеги, спасибо. Ну, я от себя добавлю еще. Я вот в Intel когда работал, это было с 2004 по 2008 год, нам говорили, что переключение человека из позиции индивидуал-контрибьютор, то есть когда ты никем не управляешь, позиция руководителя занимает от шести месяцев до двух лет. А почему так долго, казалось бы? Ну, прочел пару книжек, там, Джиллос Польский, Тома де Марка, ну, еще Дэнам Кеннеди добавил там для полноты картины. А вот ты, казалось бы, готовый руководитель. Ну, нет, потому что помимо знаний есть еще навыки, которые быстрее не нарабатываются. Навык донесения обратной связи, навык прояснения состояния человека. Ну, там, управление людьми – это комплексный навык, вы понимаете, да? Для этого нужно время. Майндсет не меняется так быстро. Ну, то есть это как из игрока стать тренером. Это не происходит моментально. Также ты из инженера, вот, руководителем тоже сложно стать. И привычки, то есть какие-то вещи, которые ты делаешь регулярно, они тоже так быстро не нарабатываются. Вот знания можно получить быстро. Все остальное требует времени. И что мешает, вот именно, если говорить с точки зрения внутреннего обучения, мешает отсутствие доверия в командах, например. Потому что, ну, если в команде нет доверия, человеку очень тяжело вести себя нетипично, то есть ему очень небезопасно. И у него нет возможности получать честную обратную связь на то, как он выглядит. Вот, а если мы к этому добавим еще, что это происходит в присутствии руководителя, это другая роль, руководитель всегда оценивает. А как ты справился с кейсом? Так, ага, тут ты лужанул, все понятно. И твои карьерные перспективы начали куда-то уже отодвигаться. Вот, возникает тогда у людей вопрос, насколько там можно высказываться, не высказываться. То есть вот здесь много проблем, которые в обучении есть возможность убрать. Если хороший преподаватель, о чем Слава с Сашей говорили, если хороший преподаватель, выстроенная методика, то вот это как раз можно убирать. Ну что, двигаемся дальше. Мы ускорились, мы быстрее начали отвечать на вопросы. Вот пара вопросов на тему того, как отбирать, кого обучать, кого не обучать. Давайте я их объединю, может быть они как-то у нас будут как раз связанными. Как понять, кого нужно обучать? Если ты руководитель команды, если ты HR, и как понять, кого не нужно обучать? Сан Санна, ваш ход. Я при этом хочу начать как раз с вопроса, кого не нужно обучать, потому что он почему-то не всегда самый очевидный. Часто клиенты приходят и говорят, мы привезем команду обучаться. Вот всех, вот сколько мы выбрали, 23 человек будем обучать. И в процессе нашего разговора обычно мы запрашиваем информацию, а как сами сотрудники на это смотрят, а насколько для них важно это обучение, они чего думают по этому поводу. А в процессе подготовки к нашим платным программам у нас есть еще этап, называется аудит или ассессмент, в котором мы еще можем и отсмотреть ресурсное состояние человека. И вот мне гораздо сейчас важнее, наверное, ответить на вопрос, кого не нужно обучать, и кого, может быть, на данный момент не нужно ввести в обучение, а потом мы из него перейдем. Давайте так, сейчас вы говорите, кого не нужно, у всех, кто остались. Кого не нужно, а все остальные остались, очевидно, да. На самом деле, кого мы не рекомендуем приводить в обучение, прежде всего, это людей, у которых нет мотивации. Вот сотрудники, у которых нет мотивации, мы обычно предлагаем, чего в этом месте сделать. Точнее, наверное, я даже не так скажу. Я, наверное, зайду из практики, как это выглядит на практике в работе в обучении. Если человек для себя не дорисовал, а мне зачем учиться, по любой причине, он не понял, зачем компания его туда ведет. Он не понял, какой для него это профит. Ему не объяснили, зачем нужно обучение, что будет на выходе. Для себя он нарисовал эту ситуацию как опасное. Ну, мало ли, сейчас меня в обучение приведут, а я там чего-нибудь не того скажу, меня либо демотивируют. Да, то есть я не понимаю, зачем это. Человек пришел немотивированный, а есть еще другой вариант. Я опытный менеджер, мы с вами сегодня про них уже говорили, и я не понимаю, почему меня привели в обучение. У меня все хорошо, проекты делаются, люди работают, заказчику мы что-то сдаем, вовремя не вовремя другой вопрос, но проекты делаются. И мне непонятно, зачем я буду тратить кучу времени на то, чтобы ходить еще и на какое-то обучение. Что происходит в процессе, когда такая команда пришла учиться, а еще если она попала в одну группу, этот самый немотивированный, у него достаточно много энергии и сил для того, чтобы доказать самому себе, что я здесь трачу время. Соответственно, он точно так же расскажет это команде, он сходит в флуары со всеми занимающимися, поговорит. И команда вместо того, чтобы заниматься, даже самые мотивированные, они через какое-то время начнут прислушиваться к большинству, они начнут бродить умами, зачем нам это вообще нужно. И самому не будет результата никакого, и такой, знаете, освоенный бюджет это называется. Бюджет освоили, и результаты не получили. И вот как раз людей, которые для себя не дорисовали, зачем им идти в программу, которых просто HR захотел привести, потому что стоит задача обучить всех, скорее всего, вот с них как раз не нужно начинать, их в программы вести не нужно. Не стоит вопрос о том, что их совсем не нужно обучать, скорее всего, нужно начинать с прорисовывания задачи, для чего мы это делаем, с разговоров один на один с руководителем и с HR, использованием той самой модели, про которую мы сейчас в чате говорим, наша служба техническая закидывала, это тест 48. Прекрасный тест, это хорошая бланковая методика, в которой ваш сотрудник может самостоятельно оценить себя и свои управленческие навыки. Для того, чтобы человек понял, что ему нужно обучаться, он должен понять и для чего, где у меня есть те самые приседающие навыки, приседающие мои функции, на что я не обращаю внимания в ежедневной работе с моей командой, как будто бы вот в процессе, в рутине этого не видно. Проходя этот тест и ставя себе самому оценки от нуля, где я ничего не делаю в этой области, до двоечки я делаю это всегда, человек сам себя объективно оценивает, объективно-субъективно, и получает на выходе оценку. И видя, что у меня в некоторых функциях моей управленческой работы, которую от меня ожидают мои сотрудники, мой руководитель, моя компания, у меня стоят нули, наверное, в этом месте у меня дорисуется понимание. Я этого не делаю по какой-то причине. Я не знаю, что это моя функция, и так бывает. У меня нет инструментов для того, чтобы эту функцию выполнять, и никогда не было. И у меня даже в фокусе внимания не стояла эта функция, потому что мое внимание занято чем-то другим. Мое управленческое, менеджерское внимание занято чем-то другим. И вот я бы сказала, что с немотивированными ребятами, у которых не дорисована потребность обучаться, скорее нужно на старте чуть больше работать и не вести их в обучение. И один из важных моментов, о котором мы говорим всегда, и этому уделяем много внимания, если у человека нет ресурса. Если вы в обучение приводите крайне уставшего, в тяжелом состоянии человека, выдавшимся, какого-то на длинном спринте бежащего, в марафоне бежащего, отдавшего предыдущим проектам все силы, или еще по какой-то причине дошедшего до этого ресурсного состояния, скорее всего, не будет пользы ни для него, ни для вас, как для заказчика обучения. Человека в этом состоянии, возможно, нужно отправить в отпуск, возможно, после отпуска проговаривать с ним с помощью этой же модели управленческой компетенции, проговаривать с ним его дальнейшие планы и смотреть, на самом деле, решается ли сейчас его задача именно обучением. Возможно, решается эта корреляция чего-то другого, каких-то процессов внутри его команды и так далее. Слушай, спасибо, коллеги. Давайте, кстати, сейчас я подожду, у меня коробки опрос созрел, я хотел предложить вам оценить ваш ресурс. Смотрите, сейчас утро, наверное, большинство у кого-то день, вот если бы вы свой ресурс оценили по шкале от 1 до 10, то есть 10 у вас очень много энергии, вот вы не можете дождаться, когда закончится наш эфир, вот чтобы эту энергию куда-то применять в полезное русло. Один, это если ее совсем нет, вы из последних сил здесь оказались, вот если у вас оценивать, сколько энергии у вас? Ну, примерно, да, там плюс-минус 7-8, да, 8-9, 5. Почти бодрые. Да, да, да. Ну, в большинстве где-то... Еще обратите внимание, вы пришли на эфир для того, чтобы что-то, наверное, для себя узнать, кого-то послушать, вот. Где-то, может быть, и подзарядиться, Полин, да, если оценка не такая большая. Вот хорошая новость в том, что он через 13 минут закончится, то есть уже, значит, не так много сил вам будет нужно, чтобы досидеть до конца, но это очень сильно про обучение и про ваше вовлечение. Потому что когда у человека 8-9 энергии, у него есть запрос на обучение, это одна история, когда у него 2, это совершенно другая история. Слав, я вопрос закончил, возвращаю тебе говорильную палочку. Я здесь немного поапонирую коллегам, сейчас станет понятно, какие у нас роли, кто играет в команде. Александр Чуроченко постоянно решает с нашими клиентами вопрос вписаться в бюджет. Ну, потому что мы понимаем, что бюджет, он, к сожалению, всегда какой-то конечен. Поэтому достаточно много времени в работе с клиентами уделяется вот этой предварительной истории, кого брать, кого не брать. Я здесь не соглашаюсь, потому что, на мой взгляд, обучать нужно всех. И здесь мы сейчас придем опять же к бюджету. Ну, почему обучать нужно всех? Ну, представьте, что вы отправляете людей в кругосветное плавание и решаете, этих будем учить плавать, а этих не будем учить плавать. Ну, потому что, что-то, короче, плавать должны быть все, кто заходит на борт. Условно говоря, перед боем все должны пройти курс молодого бойца. Если мы возьмем западные практики, построенные в том числе на юридической ответственности за свои действия, то там до управления людьми, не обученного человека никто не обучает совсем. Ну, просто, чтобы потом компания не отгребла иск, что мне поставили руководителя, который не проходил обучение, и вот он нанес мне какую-нибудь моральную травму, например. Истории про отбор людей, безусловно, людей нужно отбирать. Действительно, я здесь присоединяюсь к Александру Александровне, по состоянию людей нужно отбирать очень сильно, потому что, когда вот ты, мальчик, приуныл, мы тебя отправили, это просто не работает, это очевидно. С моей точки зрения, обучать нужно всех, другой вопрос, как обучать. Я всегда в разговоре с нашими клиентами и в разговоре со своими коллегами, когда был директором учебного центра, пытался этот вопрос развернуть. Обучение есть инструмент прояснения мотивации, обучение есть очень мощный инструмент прояснения, кому на самом деле надо. Потому что в теории, когда спрашивают, кто хочет быть темледом, все, ну, потому что, понятно, это плюс по деньгам, при этом все хотят, но очень мало народу готово что-то сделать, чтобы стать темледом. В этом месте, если вы отправили человека в обучение, очень четко, за полгода становится понятно, это он в теории хотел или он на практике хочет. Он ходит, он занимается, у него есть обратная связь, у него есть практика, у него есть наблюдаемые вами изменения в его работе. Вот моя здесь, если говорить про генеральную линию, обучать нужно всех через обучение, отбирая тех, кого имеет смысл повышать. И здесь мы возвращаемся на землю грешную, где есть бюджет, и он всегда ограничен. Здесь мы возвращаемся в реалии, про которые говорила Александра. А для того, чтобы не гадать на кофейной гуще, кого надо, кого не надо, ну, самые понятные случаи, когда человек подустал, приуныл, ему все неинтересно, это понятно, это вы всегда отсеете сами. Чуть более подробно с инструментами, которые мы предлагаем на входе нашим клиентам, это вот Александра проговорила. Вы взяли своих 20 темледов, посмотрели их анкеты, вы видите, у кого явно-явно надо, у кого растущая команда, недостающая экспертиза, это понятно. Я бы говорил, что обучать все же надо всех, но так как мы упираемся в бюджет, то первоначальное обучение, даже теоретическое, нужно провести для всех. Что мы как компания для этого делаем, мы как стартоплан. Собственно говоря, мы для этого открыли в том числе университет. Что такое университет? Штука, которая стартует уже в эту субботу. Субботу уже на занятия, коллеги, правильно? Вот в субботу, да, мы все готовимся к субботе. Мы в субботу, да, как бы, вы приходите тоже, пожалуйста. Идея очень простая, так как все равно у вас бюджет конечен. У нас есть три курса, которые мы вот сейчас в пилотном режиме запускаем открытой бесплатно, регистрация для компаний, открытой, если можно, я бы эту ссылку попросил бы сюда закинуть. Что такое университет? Открытый, бесплатный университет управления школы менеджмента стартоплан. Это курсы, шесть недель, ничего такого прям зубодробительного, долгого, это курсы уровня 101, это теория, да, практику мы не можем сделать бесплатно, открытой для всех, просто не получается по трудозатратам. Теорию постараемся сделать, при этом живую, с вопросами преподавателя, пожалуйста, отправляйте всех туда и смотрите, кто идет, кто доходит до занятия, кто не доходит до занятия, кто задает вопрос, кто не задает вопрос, кто пришел и говорит, слушайте, теория, да, мне ложится, мне понятно, мне импонируют примеры, мне понятно, что происходит, это из отзывов наших клиентов, то есть, особенно если мы говорим про айтишников, им очень важно, чтобы примеры были не абстрактные, да, а конкретно применимые к тому, то есть, им нужны люди, которые, опять же, то, о чем говорил Александр, отвечая на вопрос, когда учить самим, когда брать всестороннее права, это, то есть, когда тренер, практик, он с тобой условно одной кровью, он тоже в этой айтишечке работал, и все хорошо, соответственно, людям заходит это гораздо-городно проще, и вот люди, прошедшие теорию, сами к вам придут и скажут, слушайте, я понял, мне бы нырнуть, мне бы глубже, мне бы подробнее, с этой точки зрения, возвращаясь к вопросам, кого не нужно обучать и как это понять, те, кто не учится, обратите внимание, причины у всех разные, кто-то не верит, кто-то говорит, у меня много работы, у кого-то сейчас нет ресурса по запасу и так далее, это понятно, причина объяснения есть всегда у каждого, мы дали тебе возможность, ты идешь, и мы смотрим, учишься ты или не учишься, понять, будет человек что-то делать, можно просто дав ему такую возможность, в частности, почему мы говорим про университет, как про такую штуку, можете отправить туда всех своих сотрудников, а дальше смотрите, дошли или не дошли, пришли к вам с запросом хочу еще, или не пришли к вам с запросом хочу еще, когда мы говорим, повторюсь еще раз, чтобы не прозвучало, чтобы мой ответ не прозвучал совершенно диаметральным к тому, что говорила Александра, когда мы говорим про бюджет, когда мы говорим про деньги, он всегда конечен, вот здесь Александра предложит вам инструменты, как определить людей, которых надо и кого не надо, на самом верхнем уровне, если вы отправляете человека хорошую программу, вживую, с шутками, прибудками, все как мы любим, и человек даже сюда не ходит, отвечая на пятый вопрос, скорее всего, в платной программе просто потратите на него, ну, просто потратите деньги и его время, он не доберется до всех выгод хорошей практической программы, то, что у нас в школе менеджмента, в университете теория, в школе менеджмента практика, вот он не доберется до всех преимуществ хорошей практической программы, если, в принципе, к обучению относится по каким-то собственным причинам, вот так вот, знаете, рукой отмазали, Саша, у тебя есть какой-то Да, я сейчас просто хотела сказать, коллеги, у вас была возможность в прямом эфире увидеть, как на разнице мнений внутри нашей команды родилась идея университета, что нам нужен был еще один инструмент, который поможет нашим компаниям, заказчикам, нашим клиентам увидеть, собственно, а кто действительно, кого действительно отправлять в обучение. И университет – это будет прекрасный инструмент для того, чтобы и подготовить ваших сотрудников, абсолютно всех, весь объем, и, с другой стороны, смотря, как вкладываются ваши сотрудники в этот процесс обучения, понять, а действительно ли нужно из них формировать команды, которые вы будете обучать и расти дальше. Как-то так. Коллеги, спасибо. Мне кажется, здесь мы можем так и остановиться в нашем первом таком зум-завтраке, назовем это по-прежнему так. Так, коллеги, приходите в университет, мы, правда, стартуем в субботу, там два курса ведем мы со Славой, Слава ведет основу управления, я буду вести основу коммуникации, и Иван Селиховкин будет вести управление проектами, базовые курсы, где как раз можно прийти и всех погрузить примерно в один контекст, инструментарий, в теорию, вот, а дальше уже решить, двигаться ли дальше в практике или не двигаться. Если хотите прямо сейчас двигаться в практике, вот, Александр Александрович Враченко, это правильный контакт для того, чтобы обсудить участие, какие-то программы длительные для обучения. Саша, я вижу, у тебя снова рука. Я единственное, что хотела добавить, наверное, некоторых организационных вещей, моментов в обсуждении университета. Мы стартуем в субботу, но заявки мы прекратим принимать в университет сегодня. Коллеги, если вы хотите отправить ваших сотрудников, присмотритесь к нему, пожалуйста, сегодня. Мы сегодня принимаем списки студентов на этот поток, но при этом мы продолжаем принимать заявки на следующее. Если вдруг у вас не получится прийти в этот поток, мы 100% ждем вас в листе ожидания, отнесем вашу заявку и будем ждать ваших сотрудников в следующем потоке. Коллеги, спасибо. Кто с нами присутствовал на эфире, можете написать коротенько вашу оценку от 1 до 10, насколько сегодня было полезно, интересно, то ли это зачем вы пришли. И нам дать какую-то обратную связь, что вы хотели бы слышать, видеть на таких эфирах, чтобы мы могли на будущее делать их еще более интересными. Не знаю, какие-то шутки, прибаутки, реальные кейсы, что-то еще. Потому что в час, конечно, всего не поместишь, что хотелось бы, но какие-то вещи точно можно осветить. Пока поступают десятки, спасибо большое. Мы замечаем, что те, кто ставит высокие оценки, пишут первыми. Да. Рады были оказаться вам полезными, интересными сегодня. В целом мы, я думаю, продолжим такие эфиры. Мы как будем, каждую неделю, раз в две недели. Да, мы договорились каждую неделю. Через неделю просто зафиксировать какой-то день, чтобы коллеги понимали, по средам приходите. Коллеги, ну тогда просто рассчитывайте на среды. Вот все то же самое, это 9 утра по Лиссабону и, соответственно, 11 утра по Киеву и Москве. Поэтому приходите, будем рады с вами снова встретиться, рассказать, какие у нас есть новости, поговорить про важные для вас вопросы. И всем хорошего дня, тогда будем рады видеть вас и ваших ребят в университете. Коллеги, большое спасибо. Спасибо, да, до встречи. Хорошего дня. Спасибо.